Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 11 мая. Нас по-прежнему природа испытывает жарой. Вот сейчас в 7 утра уже 12 градусов, днём будет 29. И будущая ночь будет самая жаркая, 16 градусов. Посмотрела прогноз все следующие дни 27-28. Никакого намёка на дождик, только к концу мая немножко снизится температура до 16 градусов на несколько дней. Сегодня читала комментарии, кто-то пишет, заливает дождь, у кого-то холодно, до сих пор не могут высадить. Это тоже плохо, но когда вот такая вот удушающая жара, сложно. Я вчера, мы с внуком поливали полдня, земля хрустит, аж вот так, как это, хлебает эту воду. И она моментально исчезает, ей всё мало-мало. Тут, не знаю, сегодня опять придётся всё поливать. Очень жарко. Сейчас пройдёмся, посмотрим, какие у нас изменения. Главное изменение, это сегодня со мной вышла на утренний осмотр Надюша. Марка вчера увезли с барабанным боем. Не поеду домой, и всё кричит, я здесь останусь бабуле помогать поливать помидорки. Надюша-то вышла со мной, но котят мы достать до сих пор не можем. Она их так сильно далеко туда запрятала. Не знаю, или пусть там сидят, пока сами не выйдут, или отодвигать нужно все шкафы. Так, сейчас какие у нас нынче, ну как на сегодня планы, работы очень много. И была подготовленная грядка, которую я думала, что в понедельник прям с утра пойду размечу и высажу. Видите, из-за ремонта придомовой теплицы все наши подготовительные работы на смарку получились. Я думала, что они там осторожненько, вот на этой дорожечке им хватит, сделают всё. А мне муж сказал, какая дорожечка, тут будут везде лестницы, убирай свои тряпки. Всё, короче, это всё снова будем делать, но уже не сегодня, наверное, завтра. Сегодня будем досаживать вот это поле. Вчера я не то, что поливала помидоры, я прямо и заливала дорожки, и лунки, и дорожки, старалась как можно больше им дать. И вот сейчас иду и смотрю, мы тут босичищем с внуком, смотрю, мои большие ноги и отпечатки, крошечные маленькие лапочки здесь. За ним, когда приехали, он такой, наца, я думала, вы меня будете ругать, что у меня ножки грязные. Дети даже боятся замарать ноги, потому что родители же как утен замарался. Я говорю, Марик, сегодня можешь всё. Он, даже попрыгать можно в луже? Я говорю, да, и в луже попрыгать можно. Вот вчера мы с ним поливали. Он, наверное, запомнит на всю жизнь это безудержное веселье. Можно было и обрызгаться, и потрогать землю руками, и попрыгать. Поэтому, когда родители за ним приехали, он сказал, я ещё на один денёк останусь. Детское счастье было вчера. И вот многие говорят, что они поливают только вот как в дорожки, пускают воду и поливают. Я вчера попыталась в дорожку пустить эту воду, но мне кажется, что до тех крайних рядов она всё равно не достаёт. И проблема в том, что я потом уже пройти по этой дорожке не могла. Видите, она как делается такая, как сказать, мягкая. Мы начали здесь вязнуть, проваливаться. И я всё-таки начала продолжать поливать в лунки, ну и дорожку тоже увлажнила. Вчера был такой комплексный полив, очень-очень-очень. Надюша, соскучилась по огороду? Да. Вчера же во время полива я сравнивала вот растения, которые высадила давно. Я вот помните, говорила, в холодный период. И растения, которые высадила вот сейчас, в жаркий период. Вот, конечно, те, которые были высажены по холодку, они выглядят намного, ну как, выигрышнее. Не говоря уже о том, что у них вот эти вот плоды висят на каждом, на каждом. И они прям увеличиваются на глазах. Видите, вот там в глубине уже большие помидорки, тут маленькие. И они как бы адаптированы, им уже эта жара не очень вредит. А вот те, которые мы высадили недавно, видите, у них и солнечные ожоги есть на листиках, и сами они, конечно, будут долго ещё, если вот такая жара. Ну, короче, они не сильно станут вот такими толстыми, зелёными, жирными. Вот эта жара сейчас их немножко приглушит. И я уже давно заметила, что если рано высадишь, конечно, это риск. Но если нет вот таких морозов, то к началу вот этой жары, ранние посадки, они уже адаптированы, и они выглядят лучше и быстрее потом растут. Жара всё равно выбивает из колеи растения. Ну, а куда деваться? Ждём. Ещё некоторые люди до последнего у нас сидят, ждут. Никто не высаживает, хотя и рассада перерастает. Все боятся же заморозков. Сегодня, вчера, по-моему, прочитала комментарий, что будет делать, если придут морозы. Ну, я так честно и написала, что ой, не знаю. Ну, наверное, выдерну, потом снова выйду и посажу. Когда морозы закончатся, ну, что делать? Я не знаю. Смотрю прогноз, морозов не ожидается. Куда ждать? Я просто боюсь, что ещё неделю-две подожду, и там будет такая жара, и рассада вытянется, ослабнет, что её потом сложно будет реанимировать. Мимо этих фиолетовых ёжиков не могу пройти спокойно. Каждый день подхожу, смотрю на них. Это вот лук суворова. Вроде простое растение, но так красиво смотрятся вот эти вот цветущие стрелки его. И уже из-за того, что жарко, уже видно, проглядываются, уже сформировались там семенные коробочки. Короче, он скоро цветёт. В более умеренную погоду, когда не очень жарко, он цветёт долго. Вот из-за жары у нас всё очень быстро отцвело нынче. Из-за этой же жары очень плохо растениям в теплице. Но представляете, когда 29-30 на улице, в теплице всё равно ещё жарче. Хоть здесь сетка, хоть здесь некоторые и не тканкой накрывают. Он сам воздух, если он снаружи 29, то и внутри он никак не будет меньше. И, конечно, растениям тяжело. Они уже не знают, как свои листья спрятать от этой палящей жары. Но заглянув внутрь, я всё равно вижу, что помидорки наливаются. Жизнь-то у них продолжается. Несмотря на жару. Да, тяжело. Но куда деваться. Придётся им нынче вот в такую аномальную жару плодоносить. Мне, конечно, их жаль. Но я уже ничем помочь не могу. Жара такая установилась. И снизить температуру в теплице просто невозможно. Но хороши. Обзор у меня сегодня будет короткий, потому что у меня фронт работ большой. Хочу сейчас по холодку выйти, скорее что-то хотя бы сделать. Делов очень много. Особенно два дня выходных у меня выпало. Роса даже растёт. Вот ждут своей очереди вот эти вот томаты на высадку. Уже здоровые, уже в фазе бутонизации. Их сейчас самое время нужно высадить. И нужно снять. Мне сегодня очень много видео. Хотела и про огурцы. Но мне, я говорила же, что Марк не даётся снимать. Он старается как помочь камеру сам забирать. У меня что-то там включает, выключает. Короче, невозможно. Хотела снять про огурцы. И должна рассказать, когда лучше высаживать томаты. Утром, днём или вечером. Всё это требует тоже какого-то времени. Сейчас быстро отвечу на два вопроса, которые я прочитала вчера. Или сегодня уж не помню. Я когда вчера про полив воды говорила, там увидели зрительницы цветочки. Спросили, как называются цветочки ёлочкой. Там вот два цветочка, а не оба ёлочкой. Ёлочка, которая палахмачи, с такими, с жёлтыми плосками, как лепёшечки цветами, называется молочайки парисный. А ёлочка, которая пока ещё у меня без цветочков, она как портулак такой. Та называется очуток едкий. Оба это засухоустойчивые. Их можно на улице без полива выращивать. На альпийские горки, там на какие-то придомовые территории. Вот я их высадила на улице, чтобы они немножко хоть украсили мою улицу. Видели, что там пейзаж уличный у нас не очень красивый. Ну, немножко выглядит... Частный сектор наш, конечно, некрасивый. Сейчас маленько хоть что-то расцветёт. У домов высаживаем, стараемся вот эти цветы. Вот эти два цветка, какой из них вы имели в виду, я не знаю. Но я вот вам их описала. Всё, до свидания. Я пошла работать. В течение дня постараюсь снять видео на те вопросы, которые мне задавали.